ДИАЛОГ 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 города. Будет номер телефона, по которому можно позвонить и получить ответы на те вопросы, которые касаются туберкулеза. Кто хочет получить эту консультацию, также это все будет. Это будет 23-го, не 24-го, а 23-го в пятницу. В пятницу с 10 до 15 на улице Соборной будет проходить акция. Также на протяжении месяца мы будем работать в учебных заведениях, в высших, в школах, для того, чтобы охватить как можно больше различных слоев населения и рассказать о той проблеме, которая существует в Украине, в мире и у нас в городе в частности. Вот почему именно туберкулезу уделяется такое большое внимание? Что это за болезнь? Расскажите, пожалуйста. Прежде всего нужно сказать о том, что туберкулез занимает одно из первых мест в причине смерти от инфекционных заболеваний. И эта болезнь, к сожалению, не ликвидирована ни в одной стране мира. Поэтому если говорить о том, что Украина, как выглядит в разрезе мировой статистики, то мы входим в число 5 стран европейского региона с самым высоким уровнем заболеваемости на туберкулез. Поэтому для нас эта проблема актуальна. У нас люди болеют очень достаточно высокий уровень заболеваемости. Поэтому мы должны об этом говорить, люди должны об этом знать, как уберечь себя, своих близких от такого серьезного заболевания, как туберкулез. И вторая цель проведения этих акций и мероприятий в том, чтобы помочь людям, которые уже заболели туберкулезом, понять, что туберкулез это заболевание серьезное, но если его лечить правильно, то это вполне излечимое заболевание. Потому что нужно сегодня говорить о том, что существует стигматизация больных туберкулезом и на работе не особо кто-то рад, если есть коллега, заболевший туберкулезом и часто и в семьях. Поэтому мы должны сделать и доктора, и общественные организации, и власть в том числе, чтобы этих больных поддержать максимально и дать им возможность стать здоровыми членами нашего общества. По Николаеву, по городу Николаеву, по Николаевской области, вот как мы смотримся на фоне Украины в целом? Какая статистика? Если говорить о тенденциях по Украине, то нужно отметить, что за прошлый год все-таки отмещается снижение уровня заболеваемости на туберкулез практически во всех областях и в Украине в том числе. Но, несмотря на то, что по городу Николаеву снижение было примерно 15%, все-таки уровень заболеваемости достаточно высок. Если говорить в сравнении с нашими соседями, то первое место по заболеваемости занимают наши соседи, это Одесская область, у них очень высокий уровень, больше 100 на 100 тысяч населения. Следующий это Херсон, тоже наши соседи, следующий это Кировоград, Киевская область и по рейтингу Николаевская область занимает седьмое место. Город Николаев имеет еще меньше уровень заболеваемости, составляет он 55,6 на 100 тысяч населения, ну практически на уровне среднего показателя. Поэтому очень приятно сказать о том, что у нас снижается не только уровень заболеваемости на туберкулез, но и уровень смертности. Это тоже, это как раз показатель того, что организация по выявлению и лечению, введению больных туберкулезом достаточно хорошая, потому что мы боремся за каждого больного, чтобы все-таки его излечить и дать ему возможность жить полноценной жизнью. Еще такая большая проблема, о которой я не могу сегодня не сказать, это сочетание двух патологий ВИЧ и туберкулез. К сожалению, Украина, даже если посмотреть в разрезе постсоветских стран, занимает очень высокое место по уровню. У нас в среднем за 16-й год где-то 22% от всех заболевших туберкулезом составляли люди с ВИЧ-инфекцией. Для сравнения хочу сказать, что в такой стране, как Таджикистан, этот процент составляет примерно 3, в Казахстане примерно 6, в Беларуси примерно 6, даже в Российской Федерации 10, у нас 22. Поэтому все понимают, насколько это сложный контингент больных и насколько нужно приложить много усилий для того, чтобы помочь таким людям. Но положительным есть то, что мы работаем с этими людьми и мы стараемся сделать все, чтобы максимально выявить людей с такой патологией. Поэтому для нас это позитивный показатель, несмотря на то, что он такой высокий. А скажите, пожалуйста, какие органы поражают эта болезнь? В чем она проявляется? Как человеку вообще заметить, что что-то не так в организме? К сожалению, конечно, туберкулез поражает все органы и системы. Нет ни одного органа или системы в организме, который бы не мог быть поражен туберкулезом. Но больше всего, чаще всего, все-таки страдает, конечно, легочная система. И в основном это туберкулез легкий. Где-то 85% от всех заболевших – это люди с туберкулезом легких. Нелегочные формы туберкулеза. Чаще мы наблюдаем у лиц с ВИЧ-инфекцией, но и люди без ВИЧ-инфекции также болеют и туберкулезом глаз, туберкулез костей, туберкулез нервной системы, мочеполовой системы. Практически все органы системы поражаются. Но поскольку 85% – это легочные формы, то и обращать внимание нужно на проявление именно этого вида туберкулеза. На что нужно обратить внимание? Прежде всего, основные признаки – это изменение массы тела. То есть человек вдруг замечает, что вроде бы он питается, но теряет массу тела. Плохой аппетит. Появляется потливость, которая выражена в ночное время. То есть это человек, его близкие замечают, что за ночь нужно менять белье, потому что невозможно такие профузные поты. Это повышение температуры. Но это не будет повышение, как при ОРВИ. Допустим, 38-39 температура. Температура может быть 37,2-37,3. То есть практически, если после тяжелого трудового дня человек придет, померит температуру, то даже у здорового она может немножко быть повышена. Это кашель. Кашель тоже имеет такой характер. Это не будет такой кашель, как при выраженном бронхите или бронхиальной астме, надсадной, с большим количеством мокроты. Это будет просто незначительное покашливание. Но если из этих симптомов, что я перечислила, хотя бы три в совокупности у вас есть, обязательно нужно уже быть настороженным и обратиться к врачу для того, чтобы пройти обследование. А какое обследование сейчас может предложить, вот в частности, ваш туберкулезный диспансер? Сегодня у нас в городе очень налажена схема обследования. Нужно обратиться к семейному доктору, который направит на флюорографическое и при наличии патологии на рентгенологическое обследование. Обязательно это нужно обследовать мокроту на наличие микобактерий туберкулеза. У нас современное оборудование есть в лаборатории третьего уровня в областном тубдиспансере, это и джин-эксперт, это и для выявления латентных форм туберкулеза у детей, у лиц из контактов и ВИЧ-инфицированный, так называемый квантифероновый тест. То есть это не нужно брать мокроту, не нужно взять кровь на анализ и в течение двух-трех дней мы будем знать, есть инфицированность или нет. Очень эффективный, прогрессивный и информативный метод. Поэтому, пожалуйста, кто желает, кто знает, что в семье есть заболевшие туберкулезом, вы можете обратиться в городской тубдиспансер и пройти это обследование. Обследование абсолютно бесплатное, в частных клиниках это обследование стоит где-то в районе 500-600 гривен. – Человек может просто сам прийти к вам в тубдиспансер или обязательно должно быть направление от… – Желательно, конечно, направление от семейного доктора, потому что семейный доктор будет вами заниматься и до лечения, и после лечения. Поэтому именно он должен быть в курсе того, что с вами происходит, и это облегчит сразу задачу для всех. То есть семейный врач даст вам направление, решает по телефону все вопросы, которые возникают, поэтому никаких проблем нет. – А вот флюорограмма, флюорография, она еще актуальна на сегодняшний день? – Ну, уже все, наверное, видели, потому что очень тиражируется это и в массовых средствах, в средствах массовой информации, в интернете о том, что неактуальны профосмотры. Но все-таки я призываю людей не ждать, что к ним придет медработник, который за рукой возьмет и скажет «вот, вы обязаны, вы должны». Каждый человек должен позаботиться о себе сам. Нужно все-таки знать, что хотя бы раз в год нужно пройти флюорографическое обследование для того, чтобы не пропустить, потому что туберкулез, в частности, это очень коварное заболевание, которое на ранних стадиях, к сожалению, может никак не проявляться. И человек достаточно длительное время не знает о том, что он болеет туберкулезом. Поэтому если в течение года человек, не зная о том, что он заболел, не обращается за медицинской помощью, то за это время при наличии у него бактериовыделения он может заразить 10-15 человек. То есть вы понимаете, что распространение… Распространение, конечно. Распространение достаточно серьезное. Поэтому я рекомендую все-таки для каждого заботиться о своем здоровье и хотя бы раз в год прийти и пройти флюорографическое обследование. То есть профилактика – это прежде всего, конечно. Конечно. Профилактика очень важна. Если мы говорим о профилактике, обязательно нужно сказать о профилактике среди детского населения. Потому что все должны понимать, вот эта паника, что нельзя делать прививки, что это осложнение. Нужно читать, нужно развиваться, нужно понимать, что на сегодняшний день никакого другого специфического, специфической защиты от туберкулеза для детей не существует. Только вакцинация БЦЖ может обезопасить ваших детей от возможности заболеть туберкулезом. Поэтому я настоятельно рекомендую, прежде чем отказаться от вакцинации и ревакцинации БЦЖ, подумайте. Уровень заболеваемости очень высок среди взрослого населения, а дети вращаются в нашем обществе, и они не могут быть изолированы. Поэтому заразиться микобактериями может каждый. И мы знаем по статистике, к 30 годам практически все взрослое население инфицировано микобактериями туберкулеза. Но если у вас в организме, у вашего ребенка есть защита, специфическая защита, иммунитет, то такой ребенок не заболеет. И мы знаем, что люди с обычным иммунитетом ведь болеют всего 10% от тех, кто заразился. Все остальные организм справляются за счет того, что есть неспецифический иммунитет. Поэтому я призываю всех родителей быть ответственными, не лишать возможности своих детей иметь хороший иммунитет к туберкулезу. А достаточно вакцин сейчас? Нет проблем с этим? На сегодняшний день вакцин достаточно. Мы знаем, что у нас был практически год или даже полтора, когда не было вакцины. Это была, конечно, катастрофа, потому что мы ожидаем рост уровня заболеваемости среди детей. Это и время упущено, и, конечно, это очень серьезная проблема. Поэтому на местах, наверное, нужно заботиться о том, чтобы не было таких перебоев, чтобы было в полном объеме количество вакцин и чтобы мы могли защищать свое население. А вот какой период вакцинации, ревакцинации, как это все происходит? Ну, если кто знает, что раньше у нас было первое ВЦЖ получает ребенок в роддоме на третий-четвертый день, следующая вакцинация, ревакцинация была в 7 лет и следующая в 14. На сегодняшний день в связи с тем, что очень высокий уровень инфицированности, ревакцинация в 14 лет уже отменена. Поэтому не пропустите ту вакцинацию, которая существует в 7 лет для того, чтобы все-таки сберечь иммунитет у детей. Для подростков уже это не актуально. Вот такая настолько агрессивная инфекция, что вот сейчас так. А как вот вообще защитить себя в повседневной жизни? Ну, я, наверное, ничего не скажу нового и не открою Америку, что основные методы защиты – это прежде всего режим. Режим, как бы ни звучало это банально, но это основное. Нужен режим питания, режим сна, режим работы, режим отдыха. Нужно полноценно отдыхать, нужно полноценно, сбалансированно питаться, нужно стараться не подвергаться стрессам, ну, как бы больше на свежем воздухе, больше гулять. Обязательно, если у вас работа связана с нахождением в помещении, в закрытом помещении, это несколько раз в день делать влажную уборку, обязательно проветривание по 10-15 минут. Это даст возможность тому, чтобы себя обезопасить, повысить свой иммунитет и, в конце концов, не заболеть туберкулезом. Какую-то поддержку, помощь оказывает ли государство людям, которые уже заболели? Как это происходит? Ну, на сегодняшний день нужно сказать о том, что, первое, у нас мы полностью обеспечены медикаментом, потому что те, кто работает давно, мы знаем, что были времена, когда у нас был один-два препарата и нам практически нечем было лечить больных. На сегодняшний день, благодаря, как ни странно, заботе государства, программам, которые существуют в Украине, наши больные стопроцентно обеспечены противотуберкулезными препаратами, причем очень дорогостоящими препаратами, потому что есть такая форма мультирезистентный, устойчивый туберкулез, который на простых противотуберкулезных препаратах дешевых, он не идет, не лечится. И мы вынуждены предлагать дорогостоящие препараты второго ряда. Вот и этими препаратами также мы обеспечены. Кроме того, сейчас немножко поменялась политика в плане ведения больных. Если раньше акцент был на стационарном лечении, то сейчас все медицинская, так сказать, общественность повернулась больше лицом к больному, учитывает его потребности. И если больной перестал выделять микобактерии туберкулеза, он становится не опасным для окружающих. Мы предлагаем ему абулаторное лечение. И больной уже сам выбирает, какой вид. У нас в городе открыто 11 дотов. То есть это кабинеты, где больной может прийти по месту жительства и получить медикаменты под контролем медработника. Очень активное участие благодаря проекту «Челлендж ТБ» принимают «Красный крест». Мы им очень за это благодарны, потому что их помощь и поддержка неоценима. Общественная организация – это и выход, и час жития, и инициатива заради жизни. То есть очень много. И ЛЖВ – это те организации, которые занимаются психологической поддержкой наших больных, социальной поддержкой. То есть если больной регулярно в течение месяца получает лечение, в конце месяца он получает продуктовый паёк, карточку телефонную, деньги на проезд. То есть то, в чём нуждается больной, мы ему можем эти услуги оказать благодаря всем этим общественным организациям. К сожалению, на уровне государства это ещё, ну во всяком случае у нас в городе, у нас в области недостаточно, наверное, внимания уделяется этим больным. У нас нет социальной поддержки со стороны государства, только со стороны доноров, глобального фонда. Мы надеемся, да, что придёт время, когда мы сможем из государственного бюджета какую-то оказывать помощь этим больным, потому что ну практически 70% это люди трудоспособного возраста, не работающие. И вы понимаете, что можно получать дорогостоящие препараты, но если ему нечего кушать, то эффективности лечения мы не добьёмся. А лечение длительное, мультирезистентные формы, они лечатся на протяжении целого года. Это очень сложно удержаться, не сорвать этот курс лечения. Мы уже идём даже на то, что у нас внедряются видео, так сказать, то есть каждый день больной, принимая препараты, снимает это, потом доктору это всё присылает. То есть все новые современные методы мы стараемся внедрить для того, чтобы хотя бы как-то облегчить участь наших больных. Да, чтобы у них не опускались руки, чтобы они понимали, что всё-таки с этим бороться можно. Ну что ж, я благодарю вас, что сегодня вы нашли время, пришли в нашу студию. Спасибо большое. Я желаю вам от души успехов в вашем деле, в вашей работе. А нашим телезрителям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была главный врач противотуберкулёзного, Николаевского противотуберкулёзного диспансера Татьяна Дмитриевна Дынник. Всего доброго и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова